Здравствуйте, уважаемые студенты! Лекция номер 2. Основы типографического дизайна. Типографика в графическом дизайне – это фундаментальные знания, которые требуются для работы текста. Типографика – это наука, изучение которой специалисты освещают всю жизнь. Типографика – область графического дизайна, которая занимается шрифтами и текстами. Но не только вопросами подбора шрифтов, а прежде всего вопросами использования текста в графических макетах. Давайте разберем основу типографики. Анатомия шрифта. Символы, строчные буквы, прописные буквы, линия шрифта, верхний элемент, верхний выносной элемент, нижний выносной элемент, засечка. На этой картине мы можем разобрать анатомию шрифта. Верхний выносной элемент, верхняя линия, нижний выносной элемент, строчная буквы, засечка, прописная буквы и т.д. Основные термины. Вся информация вокруг нас представлена в виде текста. Шрифт – это элемент типографики, который помогает донести ее правильно и быстро. Гарнитура – это семейство начертания шрифта, имеющих общие стилевые особенности. Есть множество известных гарнитур. Это хельветика, футура, робота и другие. Шрифт – это комплект строчных и прописных символов, знаков, дотинаний, цифр и спецсимволов одного размера. И начертания для отдельной гарнитуры. Начертания – это внешний вид шрифта. Большинство гарнитур предполагают стандартный набор начертаний. Это регулы, это обычные, италик, курсивные, имбаевл, полужирные и болт, жирные. Внизу картинки вы можете увидеть все озвученные шрифты. Кегель. Размер буквы или знака по вертикали, включающий ее нижнее и верхнее выносные линии. Единица измерения кегля – это пункт. Например, популярный кегель шрифта в 14-16-24 пункте. Межстрочный интервал – это интермяш. Это вертикальный интервал между строками текста. Измеряется в пунктах, но его размер зависит от кегля шрифта. Понятия в основах типографии. Обычно кернинг и трекинг путают между собой. Давайте разберем. Кернинг – это изменение расстояния между конкретными символами. А трекинг – между символами и словами. Трекинг позволяет разредить или уплотнить текст. В то же время как кернинг используется для повышения удобочитаемости символов. Антиква – классический старый шрифт с засечками. Главная особенность цепляет взгляд и замедляет чтение. Благодаря чему читатель лучше усваивает информацию. В Ротекс более современный шрифт без засечек. Читается легче и быстрее антиква. Русковый шрифт отличается от обычной антиквы ровными прямоугольными засечками. Рукописный шрифт выглядит так, будто его нарисовали кистью. Отличается плавными линиями разной толщиной. Прямое начертание – это классический машинописный шрифт. Курсив – это легкий наклон букв вправо. Как при рукописном письме. Читается и воспринимается хуже прямого начертания. Подходит для выделения небольших частей текста. Подписи, вырезок и цвета. Графема – это общий скелет буквы. Букву можно нарисовать или сложить из чего угодно. Но благодаря единой графеме вы сможете отличить А от Б. Разные варианты написания буквы А, соблюдающие общую графему на правой стороне картинки. Насыщенность определяется толщиной линий. Чем толще линий, тем выше насыщенность. Акцидентный шрифт использует в заголовках, афишах, обложках, книгах, языках и т.д. Его цель привлечь внимание своей нестандартностью. Но чем необычнее выглядит текст, тем сложнее его читать. Поэтому после акцидентного заголовка обычно идет текст с классическим наборным шрифтом. Слева – пример использования акцидентного шрифта с высокой контрастностью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...